Трансляция утренней молитвы. Подключаюсь ежедневно в 6 утра с утренней молитвы в трансляции такой с благострелением, с хлебопроломлением. Каждое утро на протяжении вот этого июля, августа. Очень благодарен Богу за эту возможность делиться словом, делиться этим благострелением, да, откровениями. Свидетельствами, вот, даже вчера затянулось чуть, даже очень сильно, но, как бы, просто оно ушло, и что свидетельствовало, свидетельствовало, не мог остановиться. Вот, и знаю, это было от Бога, потому что я не планировал, я планировал по-другому. Ну, так бывает, да и часто так бывает. Готовишься, готовишься, а то, что ты готовишь на сегодня, допустим, оно только через, там, порой годы, некоторые даже, или месяцы, как бы, звучит, реализуется. Ну, вот, не, ну, бывает, что и готовишься, и оно уже и звучит на собрании, или же вот так вот, в таких программах. Да, коня приготовляют к сражению, но победа от Господа. Спасибо, Боже, за доброе утро. Спасибо, Господи, за все. Приветствую всех вас. Доброе утро, друзья, братья и сестры. Сегодня 31 августа 2018 года. Сегодня последний день лета, вот, в гражданском исчислении, 31 августа, да. В библийском исчислении завершается месяц лунного календаря, который мы называем Эллу, Эллу. Месяц Эллу, сегодня 20 число. Вчера было начало этого дня, вечер, и был вечер, и было утро, вот уже день шестой. Да, к сожалению, опять почему-то пишется, что батарея разряжена, хотя вроде заряжал. Поэтому, если прервется трансляция, значит, то, значит, извиняйте. Но хочу благословить вас сразу Словом Божьим, друзья. Я его писал, вот сейчас, значит, со страницем Киевской архиепископии. Тоже подписывайтесь и туда, Киевская архиепископия. И вот слова, притча Иисуса Христа, как раз эти дни вот разгорают притчи Иисуса Христа. Вот, и здесь очень такие интересные, такие таинственные. Чем короче притча, я заметил я, тем она более таинственная и больше вопросов к ней. И вот здесь 13 глава Матфея, читаю, 44 стих. Одна притча, вот здесь вот самая такая вот, интересная, таинственная и короткая. 44 стих. 13 Матфея, 44. Написано, еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Ну и вторая притча тоже здесь вот, следом идет дальше. На два стиха уже разделена она. 45-й и 46-й стихи. Тоже связано с куплей-продажей. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Вот, интересные притчи, конечно, вообще. Но все эти притчи Иисуса, экклезиологические, будем говорить, притчи, говорит о царстве своем, государстве, вот, говорит о церкви своей, то бишь, вот, потому что церковь его, отображение его царства и явление его царства в этом мире. Вот, удивительная история. Вот, и меня что впечатлило, вот, в истории с, и впечатляет в истории с тем человеком, который, как здесь написано, он, поле, да. Это сокровище, скрытые сокровища, да, значит, такое, небесное сокровище, скрытое на поле. Интересно, да. Царство Небесное, как сокровище, скрытое такое, на поле. То есть, ну, как вот клад, представляю себе, да, вот, я не знаю, я не находил никогда клады, но, так вот, люди рассказывают, находят, показывают по телевизору, там, клады находят, допустим, да. Вот, значит, и, вот, и люди, значит, находят клад, переживают такую радость, такую, да, ну, там, да, надо же, вот, сокрытое, нашли сокрытое. Кем-то сокрытое когда-то, может, там, какие-то, там, столетия далекие. Я, вот, был в Великом Новгороде, да, господин Великий Новгород, значит, и люблю там бывать, вот, и, значит, один раз попал на экскурсии, ну, там даже два раза, но один раз это была такая обширная экскурсия, вот, и со знающими людьми, один из них, вот, как раз, собственно, кто проводил мне экскурсию, это, значит, один брат, который в Америке сейчас живет, по-моему, он в Америку уехал, да, в Европе жил, в Америке сейчас живет, и очень научный сотрудник, значит, и всю жизнь посвятивший, как раз, изучению этого города великого, господин Великий Новгород. Да, вот, на Руси только один город имел, ну, право, что ли, называться господином, господин Великий Новгород. Интересно, туда Рюрик прибыл, вот, потом он пришел сюда, в Киев, вот, но там все начиналось, начиналось все там, Русь-то. Интересная история. Вот, и в этом Великом Новгороде, вот, тот самый научный сотрудник, что проводил экскурсию, он рассказывал, как они находили клады, давно, и как находили клады, даже, там, массово, как бы, ну, это еще были археологические раскопки, были от Академии наук СССР еще, это были 70-е годы еще даже, вот так вот, даже не 80-е, а еще 70-е были годы, вот, вот, и даже есть издание Академии наук СССР, как раз рассказывающие об этих вот археологических находках, вот, и тот научный сотрудник молодым человеком участвовал, вот, я так понимаю, как бы, ну, был знаком, по крайней мере, с вот этими археологами, учеными, которые тогда там работали в Великом Новгороде. Интересно очень, значит, рассказывали, как вот такая, вдруг, радость, ну, как бы, ну, интересно, надо же, нашли клад, да, на пепелище, то есть там был двор древний, ну, это, как бы, огромный дом такой, большой дом, в котором жило сразу много семей, как бы, двор назывался, во главе со старейшиной, как бы, ну, такой тейп, как бы, как вот у чеченов, клан, такой клан. Вот, значит, и все это было сгоревшим, вот, значит, остатки, ну, следы пожара были, вот, и когда раскапывали ниже, то обнаружили клад, находили гривны, находили, ну, как вот, то есть деньги тех времен, там, значит, там, слиточки такие, серебра, как бы, там, что-то еще находили, вот, украшения всякие, то есть клады находили. Потом другой пепелище раскапывали, и там клад, третий пепелище раскапывали, и там клад находили, они радовались, ученые, значит, и, да, Академия науки, тогда очень сильно, как бы, там, да, из-за этих открытий многие, там, защитили свои, там, научные, там, диссертации, вот, и, ну, правда, для ученых, для многих, это, для археологов, это было, конечно, радостью найти такие клады, на каждом пепелище был большой клад, вот, но для историков это было не очень радостным известием, честно говоря. Почему? Потому что раз на пепелище нашли клад, это означало, что из этих семей, проживавших, вот, в этом клане, как бы, да, никто не вернулся назад, потому что если бы кто-то хотя бы вернулся бы из этой семьи назад на пепелище, ну, то есть, если они зарыли клад, значит, для того, чтобы, значит, потом, в случае нужды, как бы, отрыть его, а раз клад остался целым, нетронутым, это означало, что вся эта семья погибла, и потом стали исследовать дальше другие пепелища, другие пепелища, и везде были клады, и это, ну, как бы, историков это, для археологов это была радость, конечно, но для историков это было очень печальной новостью, как бы, трагической новостью, вот, это как раз были пепелища времен крещения Руси, вот, и, конечно, ученые знали, как бы, там, по крупицам из источников, знали о том, что были пожары, вот, что очень была сечь, что, значит, что очень много там погибло людей из-за отказа принять христианство, да, люди отказывались принимать православие и убивали там массово, но, когда находили эти клады и эти пепелища раскапывали, то ученые прикинули и выяснилось, что на самом деле, что на самом деле количество жертв было огромным, не так, как вот раньше представляли, до того, до этих раскопок, вот, и предположили, что большая часть населения, ну, тогда Великого Новгорода была вырезана, кстати, вот этим летом тоже мы опять молились, вот, ну и продолжаем молиться, конечно, вот, о покаянии церкви в инквизиции, покаянии церкви, в первую очередь, православной церкви здесь, потому что инквизиция здесь связана именно как раз с православием, вот, католическая церковь, слава Богу, за них, нашим братьям западных, они приносили покаяние в инквизиции, и уже не раз, особенно вот при Иване XXIII, при Иване Павле II, вот, да и сейчас время от времени звучат такие нотки, но, к сожалению, что касается православной церкви, об этом, ну, не было, в этом не было покаяния, знаете, это очень печально, хотя были высказывания Афиногора, патриарха Вселенского, были по этому поводу, но это остались лишь высказываниями, то есть восточные патриархи православные не пошли вот дальше таким путем, и даже на вот Вселенском соборе, который был два года назад, так и не прозвучало, к сожалению, мы молились, я молился об этом соборе, вот, и, знаете ли, он как бы и состоялся, как бы и не состоялся, не поймешь, значит, в русскоязычном мире, вот, русская православная церковь, по крайней мере, не признает, вот, деяние этого собора, но, знаете ли, ну, по крайней мере, он де-факто состоялся, да, фактически состоялся, и, конечно, печально было, что не было покаяния ни в антисметизме на этом соборе, не прозвучало, ой, это было очень печально для меня, вот, не было покаяния в инквизиции, ну, в преследовании накомыслящих, в казни еретиков, в религиозной ненависти, в этой религиозной, абсурдной вере в свою исключительность, непогрешимость, как бы, значит, исключительно, что мы, что только мы правильные, как бы, мы такие православные, мы такие правильные, суперправильные, все остальные неправильные, вот эта гордыня религиозная, знаете ли, вот, не было в этом покаяния, к сожалению, вот, и я написал письма в канцелярию Вселенского Патриарха, тогда мне пришло приглашение, значит, от Вселенского Патриарха, ну, не от него самого, а от одного из его секретарей, вот, на встречи, будем так говорить, вот, молюсь сейчас о поездке, планировал этим летом, но сейчас, скорее всего, осенью полечу, уже после осенних праздников, и Господь да благословит, братья и сестры, молитесь, и действительно, это очень-очень важное деяние, очень важное дело, потому что через покаяние приходит вот, вот это вот такое духовное пробуждение, я верю, я знаю, что православная церковь, она воскреснет, сила воскресения действует, уже начинает действовать в церкви православной, но, я, конечно, не отделяю, я говорю это паки-паки, снова и снова, что я не отделяю православие от всего христианства, от всего христианства, и, слава Богу, что, вот, Вселенский Патриарх, значит, нынешний, значит, там, и Иерусалимский Патриарх, также, вот, Африканский Патриарх, тоже, Александрийский Патриарх, то же самое, они время от времени заявляют, действительно, такие очень важные сейчас вещи, что мы православные не должны отделять себя от единства церкви, не должны говорить, что, вот, сектантски мыслить, что, мол, только мы правильные, как бы, все остальные неправильные, ну, вот, я прекрасно понимаю, вот, эти мысли, высказываемые сейчас патриархами, восточными, вот, я их прекрасно понимаю, почему, потому что сам пережил нечто подобное, сам пережил это в своей жизни, потому что, вот, с 87-88 годов, значит, начиная служение своего, как православного священнослужителя, до 96-го года, да, я был тогда настоятелем храмов в Рязанской и Брянской областях, вот, русской православной церкви, Московской Патриархаты, я жил сектантской своей верой, узколобой такой веры, я считал, действительно, что только лишь мы православные спасаемся, только лишь у нас благодать, только лишь у нас истина. Моей экклезиологии была чисто сектантской воды, всякое-экклезиология, моя экклезиология была такая, что только лишь мы православные, католики – это раскольники, там, значит, и даже и нехристяне, вот, значит, протестанты – это вообще никто и зовут их никак, вот, значит, еретики, И понимаете, даже к другим православным церквям, допустим, не каноническим я относился так, поскольку-поскольку, ну, раскольники. Но знаете ли, действительно, я жил такой верой, сейчас даже странно представлю себе, ну, молодой священник, и я очень верил в это, верил в эту веру, неправильную, ложную веру. И слава Богу за вот работы Александра Мейня, которые помогли мне очень сильно, Александра Шмеймана, Мейндорфа, Фанасьева книга, да, значит, и слава Богу за проповеди Эрла Штегена. Вообще, вот эти проповеди Эрла Штегена мне очень сильно помогли немецкого, вот этого, немецкоязычного автора, проповедника в Южной Африке на Квасе за банду. Очень сильно помогли мне эти проповеди. Людмила Плетт, книга, трилогия, и особенно книга вот эта вот «Время начаться, лусь Дома Божьего», вторая книга этой трилогии. Это, ну, как говорят, бомба, да, для меня это было действительно как бомба. Эта книга меня направила, напрямую направила меня к Слову Божьему, вернуться назад, к Слову Божьему, к основанию. Началась моя реформация, потому что реформация – это не новое что-то, да, это возвращение к старому, это возвращение к истокам, к первоистокам, к основанию. С чего начал, да, вот, как бы, реформация. И вот, когда я вот читаю про вот этого человека, который нашел какое-то скрытое сокровище на поле, нашел он и утаил, ну, понятно, если он бы сказал бы, стал бы там лишнее болтать языком своим, где-то там, то, значит, конечно бы этого сокровища ему не видать, да. Интересно, и Царство Небесное похоже на это сокровище. Здесь лишнее болтать нельзя, как бы, здесь надо действовать. И интересно, он от радости и продает все, что имеет вообще, вообще. Он понимает, нужна ему огромная сумма, он все продает, все-все, что у него есть. И когда спрашивали его, ты что продаешь все? Ну, конечно, он не болтал, он не говорил, что вот я собираюсь купить вон-то поле, там, где сокровище лежит. Не-не-не, ну, допустим, ну, надо, надо, ну, у меня будут в жизни перемены. И люди думали, ну, наверное, человек уезжает в другую страну, наверное, все распродает. Вот, он собрал нужную сумму и купил это поле. Конечно, ему все это вернулось в столицею. Конечно, да, потому что на этом поле было сокровище скрытое, знал только он один, это потрясающе. Скрытое сокровище. Да, кстати, есть газета такая, читал я, нестанноеров, скрытое сокровище. Вот, по-моему, адвентисты издают. Ну, какая-то христианская церковь, по-моему, адвентисты. А в 5-м дня очень мне понравились там статьи, вот, такие призывы к покаянию, как раз такие вот, очень, притчи тоже Христа разбирались, очень интересно. Вот, и знаете, друзья, самое удивительное, что Царство Небесное, это Царство Божие, оно внутри нас, и оно скрыто, как вот это некое сокровище. И эта притча, она таинственна, есть разные комментарии, конечно, разные объяснения этой притчи, но сегодня я хочу вот именно в таком контексте поделиться, вот, раскрыть ее, как именно вот это скрытое, этот клад, клад, который он глубоко зарыт, его не видно другим людям. Скрытое сокровище, которое можешь только ты обнаружить. Скрытое сокровище, о котором ты молчишь даже, и которое ты покупаешь. Я не знаю, как его покупать. Да, продаешь все, покупаешь его. Здесь можно по-разному объяснять тоже все это, конечно же, по-разному мыслить. Но я понимаю, что это скрытое сокровище, это Царство Божие, которое внутри человека, которое действительно, вот мы говорим о молитвенной жизни, если, то вот эта скрытая часть молитвенной жизни, самая основная. Процентов 90 христианской нашей жизни, оно скрыто. Оно скрыто от глаз людских. И лишь процентов 10 оно на плаву. Я это сравниваю с таким айсбергом. Вот это процентов 90, вот это скрытое сокровище, да, Царство Губесного. И вот, значит, процентов 10 на плаву, которое вот это вот наверху, над темной водой, сверкающей, блистающей, вот эта вершина, это как вот именно вот это открытое Царство Божие, да, вот явленное, пришедшее там в силе, там, как бы показанное людям, там, прочее. Значит, но основная масса, она вот под темной водой, она не видна людям. И вот так же вот это, я представляю, скрытое сокровище, то явное открытое сокровище, да, а вот это скрытое сокровище, оно самое такое, ну, как бы говорят, интимное, да, вот. Здесь у меня сейчас флаги висят, здесь баннер с флагами разными, разных стран, здесь все страны собраны вообще на этом баннере. И за этим баннером другой баннер, вот, который видели вот прежние, вот эти вот, в прежних трансляциях, там Стена Плача, Иерусалим. И там слова написаны, значит, я попросил написать как раз вот на иврите. Они, ле-до-ди, ве-до-ди-ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. И, знаете, вот эти слова, они действительно раскрывают, в том числе и эту притчу, раскрывают значение, как бы, символику все это. То есть я в моем возлюбленном, я погружаюсь в него, потому что переводчики перевели сиротами эту притчу, эти слова в «Песни песней», да, это из «Песни песней», 6 глава, 3 стих, по-моему, да. Да, да. Значит, и там, значит, перевели как «Я принадлежу моему возлюбленному», возлюбленному мой мне. Но вот это вот ле-до-ди, да-ве-до-ди, оно еще и как можно перевести так, что «Я в моем возлюбленном», «Я в нем всецело», да, погружаюсь в него, он в меня погружается, он во мне. Я ему без остатка принадлежу, можно так сказать. Он мне без остатка принадлежит. Вот, и действительно это, то есть полностью, полностью мы друг другу принадлежим. «Я – это ты, ты – это я, и ничего не надо нам больше, да, мы…» Вот, спасибо тебе, Господи, спасибо. Спасибо. И видимым знаком вот этого нашего единства с Ним, да, значит, и вот таинством, таинством всех таинств христианской церкви, да, является хлебопреломление. Друзья, налейте себе соку. Значит, если нет сока, я говорю, ничего, налейте себе просто даже воды, потому что я иногда просто наливаю воды и вот совершаю причастие. Но сегодня у меня есть сок, я закупил на шаббак уже несколько пачек таких соков. Вот, слава Богу за виноградный сок, плод виноградной лозы, как на иврите «баре при агафеме». Традиционно молимся мы на еврейском языке именно так. «Бару Хатар», «Адонай», «Элогейнум», «Мэле», «Аулам», а дальше либо плод, либо хлеб из земли, у меня остатки здесь, вот, такого лаваша, что осталось из него. Вот. Либо молимся «баре при агафеме», то есть лод виноградной лозы. Вот у меня даже чуть-чуть похоже на звездочку Давида, на звезду Давида, да. Обгрыз так, отломил, отламливал, отламливал. Вот. И от Барешова лаваша такого, что вы видели раньше, совершая причастие, я часто причащаюсь, совершая причастие, молюсь, вот, но и взял за правило, вот пока есть возможность такая вот сейчас и по откровению, свыше, будем так говорить, да, от Бога. Я совершаю это причастие в прямом эфире, в трансляциях. Они все сохраняются на Ютубе, поэтому их можно потом пересматривать. И я верю в такое евхаристическое пробуждение Церкви. Вообще, евхаристическая экклезиология, то, на чем я размышляю в последнее время. Экклезиология – это учение Церкви, евхаристия – это хлебопреломление причастия. Я верю, что настоящее вот такое глубинное такое духовное пробуждение Церкви, оно именно в хлебопреломлении причастие нашим. И настоящее единство. Мы можем много молиться о единстве христиан, можем говорить о единстве христиан, да, значит, проповедовать о единстве. Но если мы не причащаемся вместе, тело и крови Иисуса Христа, вместе не преломляем хлеб в простоте, то грош цена всем нашим молитвам и всем нашим рассуждениям, размышлениям. Яйца выеденного не стоит тогда, все наши христианские подвиги о единстве. Потому что вот наше единство. Все остальное – это только лишь слова. Но чтут меня словами сердце, когда далеко от нас, далеко от Господа. Но когда мы действительно вот вместе причащаемся, мы не просто словами в проповедях или в молитвах, а мы в самом деле сердцем, мы вместе. Вот. Я верю, что приходит время, и даже вот если Бог устроит встречу вот с секретарями патриарха Вселенского, либо там с другими восточными патриархами, то мое послание, братьям, именно такое, что наша религиозная гордыня, она мешает нам быть едиными с Богом и в Боге. И всякую религиозную гордыню нужно через нее переступить, просто переступить. Да, она многовековая, да, она кажется неподъемной, но на самом деле для Бога нет ничего невозможного. Человекам это невозможно, я это понимаю. Изучал догматику православную, уже многие годы изучаю ее. И, знаете ли, я понимаю, что по-человечески невозможно. И события вот Вселенского собора, который проходил Всеправославный собор два года назад, этому очень яркая иллюстрация. Что на самом деле все из пустого в порожнее, и что все на самом деле по-человечески просто руки опускаются. Но я знаю, там, где невозможно человеку, возможно Богу. Богу возможно все. Богу возможно действительно вот это. Поэтому он и молился, Иисус молился, что да будут в нас едино. Не просто религиозно-политическое единство. Не просто примиренчество, приспособленчество. Это человеческие такие и бесовские воззрения на единство, единение. На самом деле истинное воззрение это единство как Отец и Сын. Сын и Отец. Как единство Бога, самого Творца. Я и Отец одно Иисус сказал. И Он, молясь первосвященнической молитвой, она сейчас звучит так же, потому что Его слова, это слова вечности. Его слова, это слова действительно во временном нашем измерении в этой реальности, это слова иной реальности. Более реальной реальности, это слова вечности. И эти слова звучат и сейчас. Только кто имеет ухо, слышит, пусть услышит. Да будут в нас едино, Он сказал. И вот сегодня мы причащаемся. Я умышленно как раз делаю это в трансляциях. Все вот эти уже два месяца уже практически делаю в трансляциях, чтобы стимулировать христиан к хлебопреломлению. Это не просто индивидуально мы причащаемся сейчас. Я здесь один, допустим, сейчас вот вы там, может один или в кругу семьи вы сейчас причащаетесь. Или может общиной целой причащаетесь. Я не знаю, утром разные люди подключаются к разным трансляциям. Я тоже смотрю порой трансляции. Там, там, ну нет времени так много смотреть. Но некоторые очень интересные трансляции. Такой аж дух захватывает. В молитве, в молитве, там, допустим, прославление, в хвале. Мессианское очень люблю прославление. Очень люблю. Вот тоже смотрю порой в трансляциях мессианские общины. Вот. И знаете, друзья, сейчас вот в этом хлебопреломлении молюсь за единство. За единство тела Иисуса Христа. Единство, которое есть... Сейчас здесь. Единство тела Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа. Единство, которое свыше в нем единства. Я погружаюсь в Господа. Господь погружается в меня. Я познаю Бога моего. Бог познает меня. Ани ля доди вя доди ли. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Аминь. Благостовен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь. Сокровищница благ и жизни подателю. Ты пришел и вселился в нас. И очистил нас от всякой скверны. И Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. Хвала Тебе. Благостовенный Господь Бог наш, Царь Вселенной. Давший нам, Боже, это таинство, это служение. Благостови, Господь. Благостови, Боже. Хлеб сей. И то, что в чаши сей. Честную кровью. И честным телом Христа Твоего. Благостови, Господь, нас, Боже. Без Тебя ничего не можем сделать. Боже, смогущий, благостови. Благостовен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благостовен Бог наш, давший нам плод винограды и лозы. Аминь. Благостовен Бог наш, примиривший нас с собою во Христе Иисусе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Тело Христово примите, братья и сестры. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, Господь. Поза кровь святую Твою и тело ломимое. Спасибо, Иисус. Спасибо. Рассуждаю о теле Христа, о крови Иисуса Христа, Спасителя моего. Благодарю Тебя, Господь, за наше единство, за эту взаимную любовь. Благодарю Тебя, что не ответил своей любовью на Твою безусловную любовь. Спасибо, Господь. Спасибо, Возлюбленный. Пусть верующие разной конфессии, разной динаминации, разных традиций, догматики, разных обрядов, традиций, юрисдикций вместе притомляют в крепкость в простоте сердца. Пусть богословы богословствуют, пусть дебаты какие-то проводят, прочие, но даже переругавшись на этих дебатах, отстаивая свою правоту конфессиональную, динаминационную, но, но, богословские споры богословскими спорами, но у тела и крови Иисуса Христа, у чашек Моей, пусть собираются все, отлагая все и вся, всякую гордыню религиозную. Спасибо Тебе. Мехаев, за жизнь, спасибо, Господь. Ты отдал свою жизнь за меня. Благодарю Тебя, дорожу этим, очень сильно дорожу этим, Господь. Цени у крови Иисуса Христа, как величайшее сокровище. Величайшее таинство, сокрытое сокровище. Хотя оно кажется открытым уже два тысячелетия. Это таинство совершается, и даже атеисты, неверующие люди, люди других религий знают об этом таинстве, но оно скрытое сокровище, как и многое другое, но это очень скрытое сокровище. Оно открывается только тем, кто действительно продает все и покупает это поле, кто готов просто для кого-то самое величайшее сокровище. Открывается таинство тела крови Иисуса Христа. Завтра, кстати, если вы в Киеве, приходите на служение. Здесь я буду проповедовать. В социальных сетях я публикую информацию. Завтра здесь буду в церкви, евангельской, протестантской церкви проповедовать. Будем молиться за исцеление. Пастор Константин Алексеев. Он у меня в друзьях на Фейсбуке, на моей основной странице. Архиепископ Сергей Жовлев, моя основная страница на Фейсбуке. Там он у меня в друзьях. Можете увидеть его пастор Константин Алексеев. Или просто Константин Алексеев. Вот, значит, мой старый друг, мой старый приятель, брат во Христе. Вот, еще с конца 90-х мы с ним общаемся, дружим. Вот, и знакомы друг к другу, так еще с тех времен. И знаете, завтра будет хлебопротомление, причастие. Евхаристия, интеркомьюниум. Причастие тела и крови Иисуса. И как раз слово мое будет о причастии. Ну, большей частью о причастии. По крайней мере, готовлю. Из того, что я готовлю к проповеди, как раз именно о причастии. Поэтому приходите завтра с утра. Кто в Киеве. Возле, прямо возле станции метро Черниговская. Ориентир хороший. Это вот как раз редакция СНЛ там находится. В этом здании же. Только соседний подъезд. Редакция СНЛ там вниз, надо идти, спуститься. А в зал, туда, где Богослужение, там вверх. Лестница уже. С 10 часов у них, по-моему, служат года с 10. Пусть Бог благословит вас, все, дорогие друзья. Сейчас вот переживаю эту благодать, а то еще большее погружение в Него. Еще большее погружение в Него. Всю жизнь. Всю мою христианскую жизнь. Это, ну, как бы я раньше не замечал. Теперь-то я понимаю больше и больше. Происходит такое погружение на глубину. Иногда это очень, как бы, робкое, тихое погружение. Вот как на тихом. Потому что оно не погружение вот в нашем измерении. Это в других измерениях погружение. Оно не поддается описанию такому точному. Но можно сравнить это с погружением в воду. Можно сравнить. И нельзя одновременно. Или как поднятие вверх. Одновременно там все сразу. Допустим, как пророк Езекиэль. Да, Езекиэль. Он описывал, что сразу в четыре стороны света двигалась колесница. Ну, вот такого уже, ну, здесь на Земле это невозможно представить. Но он попытался описать вот эти вот божественные измерения. Сразу в четыре стороны движется. Значит, как это колесница, как это, допустим, ну, к примеру, ну, не знаю, корабль, допустим, самолет, к примеру. Он летит вот, у меня здесь рядом Борисполь из окна, видно, там, значит, там самолеты взлетают, там летят. Вот. Они летят только в одно направление. Самолет не может лететь сразу на все четыре стороны. Не может. В нашем измерении, но в том измерении, в Божественном, в более реальном мире, чем этот реальный мир. Этот мир тоже реальный. Но эта реальность этого мира, в котором мы сейчас живем, она не такая реальная по сравнению с Божественной реальностью. И в той, в истинной реальности Божественной, там сразу в четыре стороны двигаться вполне возможно. То есть, там, поэтому погружение в Бога, в Господа, оно не поддается вот такому описанию. Это широта, благота, глубина и высота, вот, значит, того, в чем мы погружаемся. Четыре вот эти вот точки, четыре измерения. Вот. У нас здесь нет этого, в нашем мире трехмерном этом, нет этого, понимаете, описания вот этого происходящего всего. Но есть одно слово, правда, очень сильно опошленное и затасканное в этом мире, но многими верующим очень сильно ценимое, которое очень хорошо описывает вот это погружение. Это любовь. Это слово из всех слов, на русском, по крайней мере, вот, я других слов не знаю, которое бы, вот, описало бы, описывало бы, вот, действительно, вот, вот это состояние погружения в него, а его погружения в нас. Любовь. Это так. Это вот, как раз, вот, можно сказать, четвертое измерение. Это любовь. Я бы так описал его, потому что другие слова, они, ну, не подходящие. Они, как бы, описывают, можно другими словами писать, это измерение, как бы, новое, да, нам непонятное, человеческому уму, живущему, я имею в виду, на земле. Когда умираем, мы все понимаем прекрасно. Я умирал, я знал, что, я знаю, что такое, был пред Господом, вот, значит, и еще тогда подростком в возрасте. И соприкасался с этой реальностью, входил в эту реальность даже. Вот, это реальность любви, это реальность то измерение, которое на земле все люди, все творение потихонечку познает. Даже неверующий, даже если ты, например, даже если человек атеист и циник, и атеист, и отрицающий все святое, все равно в своей жизни он что-то, он где-то соприкасается с этой любовью. Или, либо в раннем-раннем детстве соприкасался у большинства людей, вот, воспоминания о раннем детстве, это как раз вот, вот, состояние вот этой любви божественной. Вот, потому что есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир, всякого, без исключения. Неважно, там, Ленин, Сталин, Чикатило, Мао Цзэдун, там, Гильдер, там, кто бы ни был, какой бы тиран, там, душевую бы ни был, знаете ли, всякого человека просвещает свет Христа, свет Божий. Вот, просто многие, большинство людей забывают об этом. Мне очень нравится мусульманская традиция, я по матери мусульманин, значит, таталин, значит, да, по матери, и мне очень нравится мусульманская традиция. Я много общаюсь с мусульманами, значит, проповедую об Исе Масихе, говорю о Господе, о Спасителе моем, Иисусе Христе, и читаю из Инжива, из Нового Завета. Вот, мусульманам очень разных народов, ну, ближе мне, конечно, тюрки, ближе мне татары, вот, значит, и, конечно, рассказываю, потому что по матери татарин, и рассказываю татарам, вот, был Курбан праздник, я как раз вот уже здесь делился, вот, и с татарами в том числе, что вот мой Курбан, говорю, Байран, да, это сам Исам Асих, говорю, сам Исам Асих. Он есть жертва, и он есть праздник мой, и праздничная моя жертва. Вот, я рассказывал об этом, делился, вот, они мне даже стали лепешки эти продавать подешевле, вот, благоставлять меня стали таким образом как-то. Видимо, ну, что-то их так коснулось сердец, слава Богу. Вот, я говорю все время, салям, мир вам, вот, по-еврейски шалом, по-татарски салям, вот, и Иерусалим, да, тоже самое, Иерусалим, салям. Вот, и, знаете, вот это божественное измерение, которое понимают даже животные, даже растения понимают. Раньше, как бы, наука не знала этих вещей, но Библия об этом и с самого начала говорила, вот, что деревья там рукоплещут Богу, значит, там, и все дышащее, оно хвалит Господа. А сейчас ученые уже даже экспериментально там узнали, даже растения реагируют, будем так говорить, да, на все, на любовь непосредственно. Ну, вот, там брали, там, допустим, экспериментаторы, ученые, значит, есть фильмы, документальные фильмы об этом, так интересно, по Discovery смотрел, интересно такие, эти, ученые исследования. Какие-то волны, какие-то изучают от растений. Там один человек, его заставляли специально коржить растения, подходить и ломать веточки, какие-то листочки. А другой подходил, и он, наоборот, от них заботился, об этих растениях. И самое интересное, потом они, эти люди ничего не делали, просто подходили к этим растениям. А волны были различны этих растений. Вот на того, значит, товарища, который ломал все время там это дерево, вот это растение реагировало, значит, очень негативно. Ну, как бы по волнам они это рассуждали, у них свой язык, если кажется, деревьев, этих растений. Вот, а на того, кто о них заботился, волны были иного рода, плавные, ровные, такие, приятные. То есть, и вот ученые ахнули, что на самом деле, вот, даже растения реагируют, все дышащие хвалит Господа. Весь мир, тем более человеческий род, созданный по образу, подобию его, знает, что такое любовь, познает. В минуты влюбленности своей, там, допустим, да, значит, даже самый последний атеист, он соприкасается с божественной реальностью. Но верующим именно во Христа дана потрясающая возможность углубиться в Него, погрузиться в Него. О, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо за причастие тела и крови Твоих. Ты – это Я, Я – это Ты. Я и Отец одно. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Боже, спасибо, спасибо. Аминь. Благоставляй вас, братья и сестры, благословением священническим. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, мир, всем вам. До встречи на земле и на небесах. Если завтра вы в Киеве, приходите в гости, приходите здесь в церковь. Я всю информацию, не помню точный адрес, я там ухожу в социальных сетях, в частности на Фейсбуке. А в воскресенье, здесь у нас в Киеве служение, как всегда, арендованное помещение по воскресеньям. Это станция Медрокловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это адрес, я уже знаю, потому что наш постоянный адрес там. Там проводят служение наш благочинный священник, отец Алексей Прошак. Вот. Божий человек, погружающийся в Господа. Кстати, он в это воскресенье обещал поделиться откровением Слова Божьего. Слава Богу. Я очень люблю. Отца Алексея, я очень люблю откровения, которые он приносит в народ Божий. Это очень важное откровение. Слава Богу. Это знамение свыше. Слава Богу, действительно. Благословляю всех вас. До встречи и на земле, и на небесах, ну и в этих эфирах. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Продолжение следует...